МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Когда приемная семья хуже детдома, как пресекать жестокое обращение с детьми? Самый страшный день в году. Духи, которые могут людям навредить, они в эту ночь свободно гуляют по земле. Кто с нетерпением ждет Хэллен и почему? Резонансная история о жестоком обращении с детьми в последнее время не сходят со страниц газет, телевидения и информационных агентств. Алтайский край не исключение. За последнее время у нас зафиксировано три случая жестокого обращения с детьми. Почему система приемных семей дала сбой и как ситуацию изменить, говорили за круглым столом чиновники, педагоги, представители опеки. Инициатором обсуждения стал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Они чувствовать должны, что они в семье, что они должны знать, что их любят, что они любимы. Но так гладко бывает далеко не всегда. Только в прошлом году 104 ребенка вернули в детские дома. В 12% случаев это произошло по причине смерти родителя. Более чем в 48 не сложились отношения между ребенком и новыми папой и мамой. А в 20% детей забрали из-за ненадлежащего исполнения опекунами своих обязанностей. Именно поэтому я сегодня и собрал этот круглый стол, для того, чтобы мы с вами, по сути, провели, ну, наверное, мозговой штурм. Чтобы обозначили проблему, чтобы разобрались, проанализировали ее и, возможно, предложили какие-то решения, которые могли бы исправить ситуацию. В предложении прозвучало много. Люди с огромным опытом работы в этой сфере уверенно говорили, что к выбору родителей нужно подходить еще более тщательно. Мы должны иметь четкое представление, уж простите, может быть, за старомодность, но о каких-то нравственных качествах кандидата. И понимать истинные мотивы, для чего берут ребенка в семью. Конечно, должны быть четко определены требования к предельному возрасту, на наш взгляд, и доходам опекуна или приемного родителя. Чиновники, работники опеки, педагоги почти в один голос и, можно сказать, впервые заявили об обязательной психологической помощи семьям, которым все-таки доверили воспитание детей. Я считаю, важный модуль, который должен быть во всех службах сопровождения, это модуль по ненасильственным методам воспитания детей. Этому нужно обучать родителей. Об этом нужно открыто и прямо говорить. Нужно прямо говорить и о фактах насилия, которые встречаются не только в замещающих семьях, но и в тех, где опекунство над детьми берут кровные родственники. Подобная ситуация произошла в Бийске. Была доказана вина, опекун понес наказание. Когда мы разбирались с ситуацией, это семья, где тетя усыновила племянницу после смерти младшей сестры. Если в замещающие семьи родители обязаны проходить школу, то кровная семья может отказаться от этого. Участники круглого стола считают, что школа приемных родителей должна быть обязательно для всех. Таким семьям хотя бы раз в пять лет нужно сдавать своего рода экзамен на пригодность к воспитанию. А еще требуется увеличивать штат органов опеки. Об этом говорили все присутствующие. К примеру, в Заринском районе работает всего один специалист по опеке. А сел, в которых живут семьи с приемными детьми, 22. Нагрузка практически не посильная. Сегодня средняя нагрузка на специалиста по опеке это 4,5 тысячи детского населения и более. Конечно, это очень значимая нагрузка. Все присутствующие также согласились с тем, что необходимо создание единого центра работы с семьями. Ведь на данный момент опека находится на муниципальном уровне, а центры помощи краевые, государственные. По итогу круглого стола все предложения участников были зафиксированы. Теперь их направят в Министерство образования края. Следующим шагом станет поиск механизмов для их реализации. Татьяна Голубева, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком. Свалка на контейнерной площадке в центре города. Почти две недели в одном из дворов Барнаула идет война управляющей компанией с рекоператором. Жители соседних домов ежемесячно платят за вывоз мусора, но отходы продолжают копиться. Подробнее в сюжете. На этой площадке должны стоять 4 таких евроконтейнера. Сейчас два из них принадлежат ресторану и ТСЖ. Регулярно из них забирают мусор машина рекоператора. А эти контейнеры самовольно заменила управляющая компания без согласования с рекоператором и администрацией города. Именно этот шаг привел к образованию свалки. Приезжающий сюда мусоровоз просто технически не может забирать такой витары. Отправлять две машины на площадку нецелесообразно. Не возится, потому что другой транспорт не приезжает сюда. Он не может забрать эти контейнера, которые стоят. Как быть, установить соответствующую тару, которая должна находиться на этой контейнерной площадке, и, соответственно, начнется вывоз. Но есть и схема санитарной очистки городов, в которой указано, какой тип тары должен стоять на конкретной мусорной площадке и какого объема. По этой схеме данная площадка должна быть оборудована евроконтейнерами объемом 1,1 кубических метра. В администрации города считают, что такие прецеденты нельзя создавать, иначе тогда в каждом дворе начнут появляться разные контейнеры. Внесение каких-либо изменений допустимо только после согласования в санитарную схему очистки, только после согласования с администрацией города и с региональным оператором, который несет ответственность. Управляющая компания 1 никаких согласований не проводила, заменив в своей воле контейнеры на 0,75 куба. И без порядка в этой области, без соответствующих согласований со схемой, извините, это будет полный абсурд. Каждый может поставить все, что ему надо. Администрация города направила заявление на управляющую компанию 1 в Роспотребнадзор о ненадлежащем содержании контейнерной площадки. После чего весь мусор управляющая компания все-таки убрала. Правда, несогласованные баги остались на прежнем месте. А это значит, что уже через пару дней ситуация с горой мусора может повториться. Ирина Корчегина, Николай Шилко. День с толком. Сегодня ночью во всем мире отметили самый мистический праздник – Хэллоуин. В этом году в России заговорили об его отмене. Обсуждается, что Хэллоуин хотят запретить в школах, университетах. Депутат Госдумы Виталий Милонов даже намеревался создать горячую линию, на которую можно пожаловаться, если где-то отмечают этот якобы сатанинский праздник. Пока отмечать можно и смотреть сюжет про Хэллоуин тоже. Конфеты или жизнь? Сладость или пакость? Считается, что именно сегодня стирается грань между миром живых и мертвых. В Барнауле мы нашли женщину, для которой Хэллоуин не просто даты на календаре, а повод пообщаться с духами и как следует повеселиться. У Натальи Телигиной неоднозначные отношения с церковью. Недавно с нее сняли обвинение в оскорблении чувств верующих. И пока россиян не лишили Хэллоуина, она отмечает праздник как ребенок. Не так шумно, конечно, как в Америке. Там жители ежегодно тратят на Хэллоуин около 6 миллиардов долларов. В этот день в стране скупается 1 четвертая часть всех сладостей. У меня дочка художница, вот она все время мордочки рисует, мы ее вырезаем, готовим что-то из тыквы. Наверное, один раз в году всего из тыквы что-то готовим, потому что ее чистить тяжело. Наталья уверена, те, кто считают Хэллоуин сатанинским праздником, который нам навязали на Западе, просто не знают его историю. В День всех святых принято украшать дом, поминать усопших. Это уже в корне неверно. Он, в принципе, сам по себе не американский праздник. Это кельтский праздник Самайн, по сути, изначально. Суть праздника в том, что природа засыпает, то есть переходит в темное время года, в зимнее время года. С этим же связано именно поверье, что светлые боги передают власть темным богам. И, конечно, Хэллоуин – это всегда время страшных историй. Наталья говорит, в Барнауле есть проклятые места. Например, Новый мост. Ежегодно здесь кто-то прощается с жизнью. Самое резонансное самоубийство – смерть новосибирского актера Данила Липустина, барнаурского футболиста Романа Бекера. В Барнаул даже приезжал известный экстрасенс, чтобы выяснить, почему у переправы плохая энергетика. У Натальи своя версия. Сейчас прихожу, построили церковь, парк, аллейки, все. А где захоронение, где надгробие? Ничего не нашла. Потом на одном распаханном участке обломок надгробной плиты с надписью «У меня глаза выпали». Но бояться злых духов женщина не призывает. Да и вообще говорит, что нужно проще относиться к этому мистическому празднику. В конце концов, Хэллоуин – лишний повод собраться вместе с задним столом, устроить гадания и, да, большой повод что-то приготовить из тыквы. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей. Продолжение следует...